Минуса записаны, мучаюсь с текстом. Об этом расскажу немного позже. А вообще, просто хотел вам показать всю свою скромную коллекцию из Дэндиевских картриджей, и в каждой из них есть свои сюрпризы, интересные факты или даже интересные истории. В общем, давайте я вам прямо сейчас всё расскажу и покажу. Рекламная пауза! Знаете, что удивительно? Я никому и ничего не говорил о том ролике, который вы сейчас смотрите. То есть я не говорил про что он будет, я не говорил какие-то подробности никому и ничего. То есть я говорил, что я занимаюсь разработкой этого видео, и что он займёт много времени. Я ждал, что ко мне приедет необходимый реквизит, и всё. То есть никакой-то конкретики от меня не было относительно этого видео. И как вы уже сами догадались, речь в этом ролике пойдёт о видеоиграх. И что бы вы думали? Эльнар Гелязов, он вам известен как товарищ Гильдеев, 3-го числа, то есть на мой день рождения, а как я его провёл, вы можете посмотреть вот тут, он мне на день рождения подарил книгу Дэвида Кушнера под названием «Повелители Дум». В ней описаны многочисленные события, которые в итоге привели к тому, что два Джона, Кармак и Ромеро создали культовый шутер «Дум», оказавший колоссальное влияние на всю видеоигровую индустрию и по сути ставший одним из пионеров жанра шутер от первого лица. Я очень сильно разозлюсь, если не найду там хотя бы упоминание игры «Вульфенштайн 3D». Она вышла раньше, но влияния оказало не меньше. Я эту книжку только начал читать и, к сожалению, из-за нехватки времени у меня нет возможности надолго и глубоко погрузиться во всё, что в ней описано. Но я думаю, что после того, как я выпущу это видео, я эту книжку обязательно дочитаю, потому что мне реально интересно, что происходило за кулисами создания действительно культовой игры. И на самом деле вот этот вот подарок и сам факт того, что ролик о видеоиграх, про который я никому ничего не говорил, и вот этот подарок... Я хочу для кого-то рассказать впервые, а кому-то напомнить о том, что эту и другие книги вы можете приобрести в книжном магазине «Бакин». Книжный магазин «Бакин» крут. И вот почему. Во-первых, несмотря на, ну не то чтобы маленькое, но в сравнении с другими книжными магазинами «Скромное помещение», там реально немалое разнообразие литературы, фотокарточек, календарей и даже фотоплёнок. Там реально есть где разгуляться. Во-вторых, там действительно работают профессионалы своего дела, то есть люди понимающие. Я с ними, ну так, более-менее неплохо знаком, но исходя из тех диалогов, в которых я участвовал с ними, я могу сказать, что ребята секут фишку вопросов литературы. Так что если возникли у вас какие-то вопросы в соответствующей области, обращайтесь. Но есть ещё и третья причина, и в некотором смысле она даже важнее первых двух. Дело в том, что книжный магазин «Бакин» умудрился пережить пандемию. Хотя, казалось бы, это всего лишь маленький частный магазинчик. Да, в Красноярске их два, но вся движуха крутится вокруг одного. Это в то время, когда в Красноярске закрываются целые бренды и целые франшизы, у которых филиалов по городу больше одного. А тут один маленький магазинчик и умудрился при этом не закрыться. Я уж не знаю, что там у причины, или чей-то предпринимательский гений, или банальное везение. Но сам факт того, что они смогли пережить столь тяжёлый момент, это говорит о том, что магазин весьма надёжный. Тем более, что после пандемии они нуждаются в вашей поддержке, в том числе и в рублёвом эквиваленте. Все необходимые ссылки на книжный магазин «Бакин» я оставлю в описании под этим видео. Ну а если вы сами захотите, что называется, потрогать книжку за фарзац, то можете пройти непосредственно в их магазин, расположенный в городе Красноярске, по адресу проспект Мира, 115А. Так что выбирайте книги, покупайте книги, читайте книги. Говорят, полезны. Эх, я этими картриджами уже сколько, наверное, год не пользовался, а коллекцию не обновлял и вовсе четыре. Но давайте я вам о каждом из них и расскажу. Про первый картридж, честно говоря, особо-то и нечего рассказать, ибо это пиратщина в чистом виде. Здесь записаны два Мортал Комбата, третий и пятый. Он как-то в свое время засветился даже в одном из моих видео семилетней давности. Если кто не в курсе, на Денди или на Нес, как говорят в Америке, Мортал Комбаты официально не выходили. Это всего лишь пиратские криво сделанные порты, в которые играть, ну, вообще не хочется. Ну и куда же без кривых обложек. Если приглядеться к обложке пятого МК, то можно заметить, что под надписью Мортал Комбат можно разглядеть подзаголовок Саб-Зиру Мифологис. Да, под таким названием действительно выходила такая игра, на PlayStation 1 и Nintendo 64. Но на обложке изображен персонаж, похожий на смоуков киберобличий или типа того. Ну, классическая пиратская история. Ничего удивительного. Следующий картридж. Тоже многоигровка, но игр здесь у нас в два раза больше. И вот какие здесь записаны игры. Чип и Дейл. Чип и Дейл 2. Чип и Дейл 3. Да-да, тот самый Чип и Дейл во Вьетнаме. И игра под названием Черепахи 4. Она же Черепашки-ниндзя Турнамент Файтерс. Он, кстати, как-то тоже засветился у меня в одном из роликов, который тоже вышел 7 лет назад. И вот, что я о нём тогда сказал. Я вам показываю, какие игры здесь записаны. Чип и Дейл 1. Чип и Дейл 2. Чип и Дейл 3. И Черепашки-ниндзя 4. Хотя, на самом деле... Давайте вот подумаем. Какие были игры с надписью Черепашки-ниндзя 4? Вы, наверное, подумали, что это Черепашки во времени на Сегу или на Супер Нинтендо. Но нет, это игра Черепашки-ниндзя Турнамент Файтерс. А он, по-моему, не четвёртый в серии. Так что здесь, опять же, ложенулись наши китайские друзья. Да, годы прошли, а очки у меня всё равно немного кривоватые. Ну да ладно. Ну, на самом деле, я реально думал, что это какой-то, опять-таки, порт. То же самое, что и произошло с Mortal Kombat. Но каково было моё удивление, когда я узнал, что такая игра действительно существует и действительно выходила. То есть у этого порта был производитель, в данном случае компания Konami. И он выходил под лицензией Nintendo. Конечно, относительно файтингов на NES, ну, в их более классическом понимании, тут, как говорится, на безрыбье. Данный факт того, что это официальный порт и что такая игра действительно выходила, меня это в своё время настолько удивило, что я даже не стал задаваться вопросом, почему на обложке и логотип черепашек, и сам Леонардо был позаимствован из мультсериала 2003 года, если игра вышла значительно раньше. Но это уже, как говорится, другой вопрос. Ну, так или иначе, эта игра есть, и, слава богу, можно периодически поигрывать. Хотя, скажу честно, 16-битная версия лучше. Но, в продолжении темы черепашек, следующий картридж с игрой под названием Turtle 3. Она же, черепашки Ninja 3, Manhattan Project. Одна из лучших игр по вселенной черепашек. И одна из немногих 8-битных игр, которые я помню ещё с самого детства. И в которые я, соответственно, играл. И конкретно с этой игрой есть и свои приколы. Не безызвестный в ретро-игровом сообществе Павел Гринёв, более известный как Киноман. В своей легендарной документалке «Проклятие серого слонёнка» вот что сказал об этой игре. А, вы спрашиваете, почему в этой игре Шреддер не умирает? Да всё, блядь, просто. Вся хуйня в том, что игра «Черепашка Ninja 3» одна из немногих, на которые компании-разработчики ставили защиту от копирования. И перед запуском она проверяла наличие в ходе программы копирайтов, видела до типа Konami. И если его вдруг не было, игра запускалась в разрывающем джопу доебинею в сложнённом режиме, где солдатам и боссам было в несколько раз больше ударов. Ну а поскольку, блядь, ебучие пираты обычно ломали и вырезали копирайты практически у всех в Пиджин и Хэмми игр, то и эта игра не стала исключением. Только они, вероятно, не знали, что в ней есть такая защита, и захуйнули на наш рынок усложнённую непроходимую версию «Черепашек 3». Но почему всё-таки не убивается Шреддер? Этого я не знаю. Говорят, что его можно убить, если бить беспрерывно, но вы сами только что всё видели. Куда нахуй ещё беспрерывней? Так вот, если запустить игру на моём картридже, мы обратим внимание, что копирайт в главном меню также отсутствует. Но при этом Шреддер абсолютно спокойно убивается. Хотя надо сказать, что мой картридж с этой игрой всё равно несколько такой... сломанный что ли. Всё те же 7 лет назад я её проходил вместе с товарищем Гильдеевым и с тем другом, у которого я эту игру видел в детстве. И конкретно на моём картридже в этой игре очень много жизней. Если в оригинале она начинается с тремя жизнями, то в моей версии на экране написано 9, а на деле, наверное, я не знаю, штук 30 может быть. Серьёзно, игра достаточно трудная и с ограниченным количеством продолжений. Но по ходу прохождения мы потратили только один. И даже в таком виде мы получили удовольствие от этой игры. Пиратщина. Пиратщина никогда не меняется. Даже спустя годы. Ну а следующий картридж, он, конечно, с одной стороны настоящий экспонат моей коллекции, а с другой стороны мне о нём вообще нечего сказать, потому что та игра, в которой она записана, про неё уже сказали абсолютно все и всё. Особенный этот экспонат тем, что это единственная лицензионная игра и единственный картридж из 90-х, а если быть точным, с конца 80-х, который дожил до наших дней и при этом очень хорошо сохранился. В данном случае это игра под названием Super Mario Bros. 3. Как видите, картридж действительно очень хорошо выглядит. Ну, наверное, кроме того, что вот где-то вот в этом месте он такой немножко ободранный, и вот эта наклейка на японском языке, она уже от времени немножко так пожелтела, и вот здесь вот примерно немножко оторвана. Ну а что касаемо самой игры, кроме того, что она легендарная, в общем-то сказать-то и нечего. Вот примерно так. Показали хорошие картриджи, и хватит. Перейдём к следующему. Ну вот это картридж уже из разряда разрешите докопаться, грубо говоря. Если посмотреть на вот этих трёх разных чуваков, зелёного, розового и синего, и приглядёмся к названию, мы убедимся, что здесь записана игра Power Rangers 2. А с обложкой есть и свои интересные особенности. Да, вот эти вот три силуэта, это действительно могучие рейнджеры. Но проблема в том, что они позаимствованы из 13-го сезона одноимённого сериала с подзаголовком «Космический патруль Дельта», вышедший в 2005 году. То есть на Денди они априори не могли быть, если это, конечно, не какие-нибудь новодельные фокусы. Но оглядываясь на обложку, я вам могу сказать, что это мало того, что не Power Rangers 2. Это в принципе не Power Rangers 2, поскольку на самом деле на этом картридже записана игра Kyoryu Sentai Ju Ranger, основанная на одноимённом японском сериале, из которого впоследствии появились могучие рейнджеры. Ну, примерно вот так вот. Не, ну с другой стороны, ну кому какое дело до всего этого, до обложек, до всей вот этой ерунды. Здесь есть могучие рейнджеры? Есть. В названии они есть? Есть. Всё, сиди, кайфу, играй. Всё равно получишь удовольствие. Это же твои любимые рейнджеры. И, в общем-то, такое вполне себе может быть, учитывая то, что сериал «Могучие рейнджеры» в Америке появился в 93-м, а у нас только в 2002-м. Но если приколы с рейнджерами ещё как-то можно объяснить, то вот что не так с теми людьми, которые делали обложку для этого картриджа, я лично понять не могу. На обложке указано, что здесь записана игра под названием «Токсичные крестоносцы», основанная на одноимённом мультсериале, который основан на фильме «Токсичный мститель». Ну, это, знаете, такая супергероика с элементами чёрной комедии прямиком из 80-х. И надо сказать, что название — это единственное, что соответствует игре. А вот что здесь забыли вот эти вот военные, скоммуниженные с обложки игры «Командос» на «Сегу Мегадрайв», которая, в свою очередь, является нелицензионным пиратским портом игры «Командос» в тылу врага на ПК, я уж сказать не могу. Но не только с обложкой игры беда. Если попытаться пройти эту игру, то нас ждёт целый ворох проблем. С этим картриджем действительно есть несколько интересных моментов, но показать я вам их, к сожалению, не могу, потому что игра у меня тупо не работает. Я дико извиняюсь за это, но, тем не менее, историю всё-таки расскажу. Игра за главного героя по имени Токси, который похож на перекачанного Рафаэля. Мы видим, что в качестве оружия он использует белую швабру. Но стоит любому врагу вас ударить, как швабра тут же пропадает, и мы бьём врагов голыми руками. Кстати, об ударах врага. Внизу экрана есть полоска здоровья, которая как только опустеет, тогда персонаж умрёт, а мы потеряем одну жизнь. На практике же, если у вас не останется сердечек, то главный герой не умрёт. Он продолжит получать урон, но не умрёт. То есть, в этой игре нельзя умереть. Хотя, вы знаете, игра довольно трудная, и, видимо, из-за моих низких навыков в прохождении восьмибитных игр, да, это, конечно, хоть и косяк, но не мешающий проходить игру. Да, смысл проходить несколько утратился, то есть, честно, эту игру уже не пройдёшь, но всё равно. Но это, как ни странно, тоже ещё не всё. Геймплей устроен таким образом, что нас запирают в ограниченном пространстве, где мы должны биться с врагами. Как только мы их победим, экран продвинется дальше. В тех же третьих черепашках было так же. На втором уровне, как только мы кучу раз не сдохнем и дойдём до конца уровня, то мы попадаем в тупик. Ничего не происходит, а вы в непонятках слоняетесь туда-сюда, чтобы понять, что нужно делать дальше. В оригинале, если вы дошли до конца, то там должна открыться дверь в комнату с боссом. В этой версии двери комнаты не открываются. Вы в тупике. Когда я первый раз играл, потом выяснил, что это косяк, я послал всё на последний уровень. Если в главном меню нажать на континью, открывается меню с набором паролей. Вводим пароль на последний шестой уровень и пытаемся пройти игру хотя бы так. Но нет! Мы опять теряем швабру с одного удара, но на сей раз нас атакуют враги с воздуха. Я просто не могу до них достать и убить голыми руками. А я напоминаю, пока мы не убьём всех врагов на экране, мы дальше его не продвинем. Это было несколько лет назад и, переиграв сейчас, я не пойму, этот косяк на моей совести или разработчиков. Но так или иначе, эту игру честным способом пройти не получается. Вы знаете, я уже даже не спрашиваю, почему в игре, основанной на мультсериале Токсичный Мститель, мы играем только за одного главного героя, хотя в мультике их было пять. Но это уже другая история. Следующий картридж тоже многоигровка и с наибольшим количеством игр из всех, которые у меня есть. Это картридж под названием 14 в 1. Ну и с обложкой, конечно, есть своя лажа. Как, например, то, почему на картинке с игрой Galaxy N изображён главный герой мультфильма Би Муви Медовый заговор. Или на картинке с игрой Остров Приключений, какой-то домик с кактусом, явно 3D-шный. Но самый эпик это, конечно, игра под названием Аладдин 3. И причём, что интересно, над картинкой с этой игрой висит надпись Супергейм. И если вы думаете, что это тот самый Аладдин от вышеуказанной конторы, о которой рассказывал тот же киноман, то вы ошибётесь. Потому что на самом деле под названием Аладдин 3 скрывается игра Magic Carpet 1001. Игра известная как одна из немногих нелицензионных игр на приставку NES. И она входила в сборник, более известный как Coltrane 6 в 1. Эта игра также мельком засветилась в одном из эпизодов шоу Angry Video Game Nerd в выпуске, посвящённом библейским играм. Что касается самой игры, но она... ну обычная, типа, и всё. Нечего особо сказать. И по логике ту надпись Супергейм надо было разместить над игрой Король Лев, так как на этом картридже есть тот самый Король Лев от Супергейма, нелегально портированный с игры на Сегу, и который официальный порт уделывает по всем параметрам. Но справедливости ради стоит сказать, что в случае с Аладдином 3 это далеко не самый худший пример того, когда малоизвестную какую-то игру пиратят и выдают как сиквел уже существующий. Поскольку японское название оригинальной игры дословно переводится знаете как Полнейший бардак творится в мире. И завершает нашу цветную скажем так коллекцию следующий картридж который настолько пиратский что на него даже обложку не смогли нормально наклеить. То что изображено на картинке это по сути классика когда на обложку игры в названии которой упоминается кот левят каких угодно котов но не тех которые в игре. А вот с названием все более-менее нормально. Ниндзя Кэтс она же Самурай Пицца Кэтс опять-таки сделана на основе мультика с таким же названием. И у меня просыпается дикое чувство ностальгии. Не из-за игры и даже не из-за мультсериала а из-за не случившегося кроссовера между этими котами и ну как говорится олды на месте. А что касается самой игры то она в общем-то неплохая. Конечно далеко не шедевр но чисто вечерок скоротать за ней самое оно. Ну а теперь мы переходим к особой группе картриджей и дело даже не в том что здесь другая цветовая палитра. Дело в том что эти картриджи на 100% ручная работа. Ну то есть они сделаны были в наше время известным в прошлом кренделем Русланом Руслановым. Но прежде чем я вам эти картриджи покажу мне нужно совершить небольшую ротацию. Начнем мы с картриджа на который записан самый первый Мегамэн. И с этим картриджем есть своя интересная история. Как вы все знаете компания Нинтендо родом из Японии и поэтому логично что игры сначала выходили там а потом уже добирались до Америки и до европейских стран. Такой путь проделывал и Мегамэн. А каков был этот путь? Слово Николаю Губанову. Но время было такое что японские игры вот просто так в Европе и Америке не издавались. Обложки перерисовывались а инструкции переписывались. А вместе с ними переписывались и сюжетные линии. Рок обрел новое имя Мега и игра стала называться Мегамэном. И получила самую плохую обложку за всю историю видеоигр. Я понимаю что анимешность фамикомовской обложки многих могла отполкнуть. Но это ее как будто рисовал школьник цветными карандашами. Что за опоренный мужик в идиотском костюме? Он голубой должен быть желтый тут откуда? Сапоги какие-то и пушка в руке. Пушка должна быть вместо руки а не в руке. И в конце концов почему он так клонится вправо? Как будто вот-вот упадет. А что происходит сзади? Почему все такое кривое и непропорциональное? Почему гигантская пальма растет прямо из моста? Это что? А это и что за пельмени летают в воздухе? Я бы никогда и ни за что не купил это в 90-х и пропустил бы отличную игру. Хотя я ее и так пропустил. Еще раз. Вот так выглядит японская обложка, а вот так американская. А теперь все внимание на обложку. Да, здесь японский рокмен дерется вот с этим вот чудом с американской обложки к игре Мегамэн. И если честно, обложка выглядит отлично. Мало того, что сама идея очень оригинальная, так еще и самобытная, так еще и грамотно реализована. Одно удовольствие на нее смотреть. Как говорится, с фантазией был художник. Но это реально выглядит очень круто. И довольно редко, ибо я честно пытался найти этот рисунок в интернете, но тщетно. Должен вам сказать, игра Мегамэн очень трудная, но проходимая. И если обложка к первой части меня порадовала своей оригинальностью и грамотной реализацией, то вот чем руководствовался Русланов, выбирая обложку к игре Мегамэн 2, понять можно, но ну в общем смотрите сами. Да, вы сейчас конечно глядите на все это и пытаетесь мне возразить, но что ты опять прицепился? Здесь на обложке есть Мегамэн? Есть. Игра Мегамэн 2 называется? Да. Здесь записана Мегамэн 2 игра? Да. Так что не так-то? Да все остальное. Здесь изображена всякая куча мала из других роботов, которые не имеют отношения к игре Мегамэн 2 и в ней же они не появятся. И если обложка к первой игре тоже не давала изображенного на ней в самой игре, но обложка выглядит хотя бы круто А здесь что? Я перерыл весь интернет, но изображенных робот-мастеров я не нашел в самих играх, по крайней мере среди первых шесть частей на NES. Если честно, обложка выглядит как какой-то неуместный фан-сервис. Что здесь делает Протомэн, который появится только в третьей части? Что здесь делает Бас, который появится аж в седьмой части и которая выйдет только на Супер Нинтендо? Вы, конечно, сейчас опять скажете, что я придираюсь, но там же есть Мегамэн, ты сам только что об этом говорил. Вставляй, бери контроллер в руки и играй, сиди кайфуй. Ну да, может быть, я, конечно, и придираюсь, но если сравнить вот эту обложку с обложкой к американской версии, то я думаю, что вариант, который мне предложил Русланов выглядит как-то поадекватнее. Хотя надо сказать, что я Русланову свои варианты обложек предлагал, но по самым разным причинам они были отклонены. И поэтому заказывая картридж с третьей частью Мегамэна, я все-таки решил взять производство обложки на себя, о чем вы можете увидеть, вот, здесь видите вот этот копирайт, автор этой обложки и я. Конечно, вы можете мне здесь предъявить, что здесь изображен анимешный Мегамэн, а на заднем плане доктор Вайли и какой-то огромный робот, в котором он сам находится, восьмибитный и все такое. Я бы мог согласиться, но здесь есть, но то, что здесь изображено и есть в игре, ну, кроме анимешного Мегамэна. Если кто не знает, извините за спойлер, здесь изображен финальный босс третьей части. И во всей трилогии эта игра для меня самая сложная, но играбельная и удовольствие от нее получить более чем можно. Я, кстати говоря, должен вам сказать, что я подобное же хотел провернуть и с обложкой к четвертому Мегамэну, но к сожалению, я саму игру так и не заказал. Ну и завершаем мы нашу коллекцию двумя картриджами, про которые говорить по большему счету нечего, потому что картриджи выглядят нормально, надписи адекватные, картинки правильные, игры работают и проходятся. Это, как ни трудно догадаться, зная меня, игра Castlevania и Castlevania 2 Simon's Quest. Вот такая моя скромная коллекция. Я сказал, что это вся коллекция, извините, наврал. Есть еще один картридж. Вот он. И скажу честно, как только я заполучил его к себе в руки, я стал просто нереально счастливым человеком. Первая причина тому будет понятна тем, кто меня смотрит давно и после того, как поймут, что здесь записано за игра. А вот вторая причина будет понятна абсолютно всем. Дело в том, что те, кто занимаются коллекционированием, причем не важно, что они коллекционируют, они это делают в свое удовольствие. Они собирают коллекцию всякого, чтобы, например, что-то поставить на полку, повесить на стену, на окна, например, рядом с которым я сейчас сижу, а может быть, как-то грамотно использовать, чтобы получить еще больше удовольствия. И чем сильнее у вас пополняется коллекция, тем больше, если угодно, связей у вас появляется. Вы уже знаете, где вы можете найти необходимые элементы, необходимую часть вашей коллекции. И после этого всего вы находите какую-то драгоценность, какой-то алмаз, который будет стоять особняком на фоне всей вашей коллекции. Причем этот алмаз нужно еще попытаться найти и задорого купить. И вы как только его приобретаете, вы счастливы, потому что вы смогли найти самое ценное. Вы поняли, что начало вашего пути, когда вы купили самую первую вещь для своей коллекции, что вы еще дальше, дальше шли и наконец пришли к необходимому вам экспонату. Похожая история случилась и у меня. Ну что же, я вам показываю его крупным планом, медленно поворачиваю, а там записана игра. Да, да, да. Это картридж с игрой Akumaju Densetsu, она же Castlevania 3 Dracula's Curse. Одна из реально редких игр на Dendy. Ну, на Dendy в 90-е они в принципе не выходили, потому что с такими-то платами ее точно не было, это я могу быть уверен в этом. И я реально заполучил свой алмаз, даже несмотря на то, что это чистая репродукция. Я реально счастлив, что я получил эту игру. Но на самом деле этого счастья могло бы и не быть, если бы со мной случилась вот такая неприятная история, тесно связанная с приобретением этого картриджа и Руслановым лично. И вот с чего все началось. Дело все в том, что я хотел этот картридж купить еще 4 года назад. Естественно, с дальнейшей эксплуатацией Русланова. Дело в том, что я хотел не просто Каслу третью, я хотел именно американскую версию, которая была во-первых на порядок сложнее и во-вторых наименее трудозатратная что ли. Дело в том, что в японской версии игры содержится звуковой чип под названием Konami VRC6, которая добавляла 3 дополнительных звуковых канала к стандартным 5. На тот момент это был реальный прорыв музыки для игр вообще. А вот американка таким похвастаться не могла. И при создании картриджа с американской версией 3-й Каслы подобный чип бы только мешал. И ладно, если бы проблема была только в этом. Дело в том, что именно американская версия игры Castlevania 3 работала на маппере MMC5, с которым Русланов на тот момент времени не знаю как сейчас, но на тот момент времени он с ним не смог работать вообще никак. Даже по-моему он не смог его купить там на каких-то китайских рынках, а вот MMC3 мапперов просто завались. Но тем не менее, я у Русланова спросил, а сможет ли он ее сделать в принципе хотя бы американскую версию. Но что тот сказал, если раздобудешь картридж с маппером MMC5, то попробуем что-нибудь сделать. Я ее искал, 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 а потом забил. Но в итоге спустя 4 года я все-таки решил закончить начатое и снова обратился к Русланову. Он по-прежнему настаивал на том, чтобы я нашел ему картридж, переслал, а он ее потом перезапишет необходимый ром и пришлет мне обратно. Я снова начал искать игры с маппером MMC5 и нашел эту игру. Причем нашел ее на русскоязычном сайте, где продают именно оригинальные японские картриджи. Этой игрой оказался обычный японский маджонг. Стоил он всего лишь 300 рублей без учет доставки. С этой информацией я побежал к Русланову и спросил подойдет ли такая игра и практически собирался молиться, потому что в условиях пандемии коронавируса картридж с такой игрой, да еще с такими амбициозными целями, но для меня он был почти даром. Но ответ меня к сожалению разочаровал. Русланов сказал, что такая игра 100% не подойдет и скинул мне две игры, которые по его словам подойдут точно. Я прочесывал интернет в поисках этих картриджей, но тщетно. Плюс цены везде кусаются. Я в итоге отчаялся прямо как следует. Но я абсолютно непонятно по какой причине поперся на Википедию. Конкретно на статью посвященную тому самому звуковому чипу версии 6. Значит читал историю, там всякое пятое-десятое, спустился в самый низ, чтобы увидеть какие картриджи работают с этим чипом. И каково было мое удивление, что в этом списке помимо третьей кастлы есть те самые две игры, которые Русланов мне порекомендовал купить, чтобы потом переписать туда третью кастлу. То есть мне нужно было найти этот самый картридж с необходимой игрой, которая содержит этот самый звуковой чип, купить, оплатить доставку, чтобы он потом приехал сюда, я отправил его Руслану, он переписал рову и вернул мне обратно. И когда я об этом узнал, осознал все это, я задался всего одним вопросом. А почему бы просто не купить оригинал? Я имею ввиду Кастлу третью. Это будет всяко дешевле, чем то, что предложил мне Русланов. Например, одну из игр под названием Мадара я нашел на русскоязычном сайте, что как бы уже редкость, и увидел, что продавец ее оценивает в 12 тысяч рублей. Это чуть меньше месячной зарплаты работника почты России. И я настолько от этого охренел, что я практически уже собирался обвинить Русланова в мошенничестве. Но вы знаете, у меня язык иногда без костей. Я как что-нибудь ляпнул потом, так сказать, платить за это. И слава Богу, что в отношении Русланова я промолчал. И вот почему. Во-первых, в том диалоге, в котором шла речь о покупке картриджа с маппером ММС-5, Русланов до этого мне скидывал уже эти две игры, которые нам подойдут для наших операций. То есть как бы он изначально хотел так работать еще тогда. Во-вторых, даже если это и было похоже на мошенничество, картридж бы купил, но никак не к Русланову. Он бы там получил, но я не знаю, только я бы ему оплатил доставку туда-обратно и немного работы, но это ни о чем. И это бы уже не походило на какую-то мошенническую схему. В-третьих, я не стал это делать чисто из-за уважения за его предыдущие заслуги. И в-четвертых, я думаю, что если бы все это мы все-таки провернули и довернули все это до конца, Русланов бы все равно со своей поставленной задачей не справился. Потому что тот, кто мне сделал вот этот картридж, сказал бы мне, что американскую версию на подобный картридж даже в теории нельзя записать. То есть Русланов бы изначально с этой задачей не справился. И в этот момент я как никогда раньше понял, что чувствуют коллекционеры старых видеоигр и консолей. Ведь, если говорить, например, о тех же играх, то весь успех приобретения картриджей или каких-то дисков, ну, в общем, игр на физическом носителе состоит в наиболее тщательном прочесывании интернет-магазинов, просто магазинов, аукционов, может быть, даже плашиных рынков для того, чтобы найти необходимую тебе игру, но по максимально выгодной для тебя цене и смене геморройной доставки. В этом состоит и мой успех. И мы как раз таки плавно переходим к вопросу о стоимости этого картриджа. Казалось бы, при чем здесь Украина? А при том, что именно оттуда ко мне приехал этот картридж. И вот сколько он стоит. Сам репродуктор живет на территории Украины. И за все свои труды, а он этот картридж мне сделал с нуля, то есть за все свои труды это корпус, плюс плата, плюс наклейка и еще плюс доставка. Все это он оценил в 620 гривен. Я еще раз говорю, что репродуктор живет на территории Украины. И если он и взаимодействует с покупателями из других стран, то для него нужна какая-то универсальная валюта, чтобы можно было хорошо расплатиться и так сказать не иметь проблемы там с переводом или еще с чем-то. Тем более, что с Украиной у нас до сих пор напряженные отношения. И он выбрал, как ни странно, американский доллар. Это та самая валюта, которая позволяет ему работать с покупателями из других стран. Я за это отдал 24 доллара. А для перевода в эту самую валюту, для того, чтобы получились эти 24 доллара, я отдал 1800 рублей. 1800 рублей за все действия. То есть, сам картридж обошелся мне в 1263 рубля. То есть, картридж и еще плюс доставка. 1800 рублей. И это наиболее выгодное предложение и самое выгодное предложение, которое я смог найти относительно игры Castlevania 3. Опять-таки, посудите сами. Сегодня игру Castlevania 3 именно на картриджах для Денди можно купить в двух видах. Это или оригинал, или репродукция. Если вы захотите купить оригинал, то он вам обойдется как минимум в два раза дороже. И это только за сам картридж. Так как в 95% случаев на ebay доставка стоит дороже картриджа. А если бы вы захотели, например, купить репродукцию, самый, наверное, распространенный это репродукция от некоего мистера Волка, то я не уверен, что вместе с доставкой она стоила бы столько же. Я сейчас не буду говорить о том, сколько она стоит на самом деле, потому что мне эту информацию выудить не удалось. Но я думаю, что только сам картридж, я думаю, будет стоить минимум тысячи две. И причем надо сказать, что цена довольно оправдана. А я получил и вместе с доставкой сам картридж за 1800 рублей. Вы мне, конечно, скажете, ну дешевле, дешевле, она-то хоть работает? Да, представьте себе, она работает. Но правда, с ним есть одно но. И что это за но? слушайте сами. А все потому, что консоль у меня не очень. Субтитры Продолжение следует... Но при чем с этим картриджем есть еще кое-что интересное? Если вы обратите внимание, то на платье этого картриджа в самом низу есть два вот таких регулятора, подписанные Front и Side. Это так называемые регуляторы громкости. Левый регулирует громкость стандартных каналов консоли, а правый — дополнительных. Так что я выражаю благодарность Евгению Кузнецову из украинского города Запорожье за то, что сделал мою сказку Явью. И если вы тоже захотите приобрести этот картридж себе в коллекцию, я на всякий случай оставлю ссылку в описании на магазин, вернее на сайт, где он ими торгует и где с ним можно связаться. Да, конечно, хейтеры скажут, что это реклама, что это там бла-бла-бла, как вот с Русланом, то же самое. Ну, ребят, серьезно, ну где вы еще такое видели? Чтобы картридж с Каслой вам обошелся в 1300 рублей. Ну, правда. Он стоит примерно как почти три вот таких картриджей с братьями Марио. А это 1300. Мне кажется, это наивыгодное предложение. Игра работает, будь здоров. Но хочу вас предупредить. Если вы действительно захотите зайти к нему на сайт, лучше заходите с компьютера, потому что, если вы зайдете с телефона, то ваш сайт будет выглядеть примерно вот так. Да, так выглядит сайт. Все растянуто, и сделать поменьше сайт не получается. Сколько ни пытайся. И да, все-таки отвечу на вопрос, почему я решил снять видео именно про свою коллекцию картриджей для Дэнди, почему решил их показать и все такое. Да для того, чтобы просто поделиться с вами своей радостью, что я сумел наконец-то приобрести игру своей мечты. И уж действительно дальнейшее коллекционирование... Ну да, да. Я раз в четыре года покупаю картриджи, конечно, ну да ладно. Тем не менее, моя коллекция полностью собрана. Я нашел свой алмаз. И обязательно я тебя, моя дорогая, пройду. Но только после альбома. Не раньше. И все результаты того, как я проходил эту игру, а она имеет четыре разных концовки, по своей сути. Результаты того, что прошел я эту игру или не прошел, а также прочее, вы можете найти у меня в инстаграме. Да, я его таки завел, ссылка в описании. Ну а на сегодня все. Слушайте хорошую музыку, смотрите хорошие фильмы и... Минуточку. И играйте в хорошие игры. Чао-какао, господа. Играйте the game. Телевусство. Играйте к неру. Продолжение следует...